Всех приветствую на своем канале, который посвящен качественному алкоголю. Ну и сегодня, как видите, у нас, наверное, самый новогодний выпуск. И я так думаю, что он будет крайним, последним в этом году, потому что, ну, там, после 25 декабря уже всем будет абсолютно по барабану на YouTube, на всякие развлекательные сервисы, все будут заняты приготовлениями, покупками и так далее. Я так полагаю, что большинство моих зрителей уже давно закупило весь свой новогодний стол и алкогольные напитки в том числе. Но, тем не менее, тем, кто еще находится в раздумьях, в поисках, я надеюсь, что мое сегодняшнее такое небольшое сравнительное дегустационное видео немного поможет. Что ж, у нас на носу Новый год и самый новогодний, наверное, напиток на каждом абсолютно столе это шампанское, или в данном случае, наверное, правильно будет сказать, вино игристое. Собственно, основная тема сегодняшней дегустации это шампанское за 300 рублей и шампанское за 1000 рублей. Ну, естественно, я его купил по акции, тем более сейчас предновогодние распродажи и так далее. Купил его примерно за 800 рублей, но, тем не менее, вот средний ценник на него как раз 1000. Это оба сладкие вина, ну, это, по-моему, полусладкая, это сладкая, но не суть важно. Нам основное различие понять, что все-таки, в чем заключается разница и стоит ли она таких переплат. Итак, Bosco Anniversary, он даже, ну, самый новогодний. Вот эта бутылка, у них есть и розовая, у них есть и сладкая, и сухая, и полусладкая, как вот эта. Но почему-то самое вот новогоднее больше всего распродаж случается именно вот на вот эту бутылочку с белой этикеткой. Что ж, я еще раз поздравляю всех с Новым Годом, давайте закончим его вот таким вот веселым обзором. Эту бутылочку открываю для вас. Супер хлопка не было. Давайте попробую вам немножко рассказать, что к чему. Теперь давайте Мартини Асте. Что ж, еще раз всех с Новым Годом. Так, это открывается потяжелее уже. О, характерный хлопок был даже. В общем-то, давайте приступим. Bosco у нас производится в Литве, это 0,75, 7,5% крепости. Полусладкая. Мартини у нас из Италии, то есть импортная. Это Асте Пьемонт. Привезено из Италии, тоже 7,5%. Сначала на запах. Bosco у нас очень сладенькая, такая грушевая какая-то. В Мартини чуть более какой-то сухой привкус и чувствуется, знаете, какая-то кислинка, что-то вот от сидра. Такое немножко подбродившее. Ну, наверное, это более натуральный запах для такого напитка. Все-таки прям совсем сладостью оно сахаром не должно отдавать, наверное. А здесь сахара, наверное, достаточно. Так, ну аромат мне пока больше нравится в Bosco, потому что он не такой скучный. Что ж, ну а теперь от меня самое интересное, наверное. Всем спасибо большое, что в этом году мы собрали аж 40, там, с копейками тысяч подписчиков. При этом эта цифра постоянно растет. Меня очень все просят постоянно пили больше, больше, больше роликов. Что ж, хочу всех поздравить с Новым годом. Всем поздравляю вас с повышением НДС до 20%, с понижением таможенного лимита, с повышением пенсионного возраста, повышением тарифов ЖКХ и так далее. Ой, ладно, короче, если серьезно, хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Возможно, когда вы это посмотрите, он уже наступил. И хочу отметить самое главное. В погоне за счастьем, в погоне за какими-то идеалами, там, купить машину вы, там, упорно три года трудитесь, купить квартиру, там, тоже пять лет копите, копите, не покладая рук, ни о чем другом не думаете. Пожалуйста, не забывайте, что вы, пока вы эти пять лет, там, три года, десять лет копите, не покладая рук, только об этом и думаете, вы уже живете. Не забывайте об этом, что вы живете каждый из этих дней, и, ну, вы живете не только теми днями, когда вы там что-то себе приобретаете, когда исполняются ваши мечты. Что ж, давайте, Боско, с серьезной нотки переметнемся на сладенькие новогодние праздничные напитки. Очень сладенькая, но не приторная. Какая-то нотка кислинки, груша, яблочко, какой-то леденец чувствуется. Ну, и давайте мартини. Да, ну, вот нотка сидра очень ощутимая, такого брожения яблочного какого-то напитка. Ну, да, естественно, оно еще более сладкое. Чувствуется нотка яблочка, точно так же, наверное, даже больше яблока, потом на втором плане идет груша, и все это сладостью справлено. Ну, и, естественно, вот эта вот нотка сидра, она повторяется еще и во вкусе, не только в аромате. То есть, какое-то брожение там. Ну, собственно, очень вкусно, да. Что это, что то, я не берусь говорить, от какого из них будет меньше похмелья, если выпить там 5 бутылок к ряду, да. Все-таки, ну, шампанское это такой напиток, который, там, ну, максимум бутылку на одного, наверное, и все. Я давно для себя пришел к выводу, что, ну, я не вижу для себя смысла. Наверное, я еще просто не настолько богат, чтобы, например, Новый год заставлять вот там 5-10 вот таких бутылок вместо вот таких. Точно такое же сладенькое, точно такой же фруктовый привкус, нотки брожения, естественно, нет. Возможно, из-за этого оно менее натуральное, да, я не буду там рассказывать вам о процессах производства и так далее. Тем не менее, все, что я хочу получить от шампанского, от вина игристого, все это здесь есть. И здесь нет спиртяжности, естественно, вот той, там, горечи, кислотности, как в дешевых, там, цемлянская какой-то, да, там, вообще за 200 рублей. Кремлевская, шампанская, российская и так далее. Это прям вообще бодяга спиртуозная. Его вообще никому не рекомендую. А вот это, ну, наверное, минимальная такая планка, и я бы даже сказал, наверное, даже золотая середина для новогоднего застолья. Тем не менее, мне, опять же, нравится что то, что другое. Естественно, да, вот этого более натуральный вкус. Что ж, еще раз всех с наступающим Новым годом, всех успехов в Новом году. Ну и не забывайте про мой тост. Всем спасибо за внимание, смотрите мои видео, обязательно ставьте лайки. Всех с наступающим. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok